Вопросы распределения денег, вывоза мусора. Это и не только обсуждали сегодня на заседании регионального совета. В присутствии членов правительства, мэров районов, профильных министров говорили о наиболее актуальных проблемах области. Единодушные решения выносились далеко не во всех случаях. Впрочем, подробности далее. На повестке дня сегодняшнего Рексовета 7 вопросов. В начале списка новая система вывоза мусора. С 1 января во всех населенных пунктах этим будет заниматься региональный оператор. Таков федеральный закон. Однако вопрос вызвал жаркие споры. По мнению некоторых глав районов, компании, которым предстоит вывозить отходы, к работе не готовы. Хотела бы увидеть так называемую дорожную карту нашего регионального оператора. Что они хотят организовать, как они хотят организовать. На сегодня у меня понимания нет вообще. Мусор из дальних деревень планируют вывозить на площадки крупных городов, а дальше автопоездами на полигоны. Кстати, пока в области мало мест, где отходы можно хранить и перерабатывать. Планируется строительство мусор перерабатывающего завода в Ангарске. Такая сложная логистика обязательно приведет к росту тарифов. По предварительной оценке до 100 рублей в месяц с человека. Мэры недовольны. Это в три раза выше нынешних расценок. Есть у нас безработные мамы, у которых 7 детей. И вы им шлеп-шлеп-шлеп и всем одинаково. Так нечестно и неправильно. Это неправильно, я сказал. Вопрос пока остался открытым. Его продолжат обсуждать, но уже в ином формате. Еще одна спорная точка – региональные налоги. В области уже был пример, когда доходы с них распределяли, не учитывая экономических особенностей муниципалитетов. Так называемый усредненный налог. Практика показала свою порочность уже к середине финансового года. Губернатор заявил, такого больше допускать нельзя. Мы УСН с вами приняли 30%. Четыре муниципалитета выиграли, остальные проиграли. Сегодня тоже есть желание, вот такое механическое отчисление в муниципалитеты, чтобы шло. В результате получается у нас очередной перекос, который приходится исполнять. Чтобы ничего не пришлось исправлять, сейчас в регионе активно готовятся к новому учебному году. Уже принято 951 учебное заведение, это больше половины. До конца августа эту работу планируется закончить. Давид Азизов, Владимир Пинаев. Новости по будням.